Всем здорова! Сегодня у нас настал просмотр аниме за минуточки. В этот раз посмотрим и краткий пересказ третьего Стоуна за 15 минут. Погнали, посмотрим. Несколько тысяч лет назад. Зелёный луч на всех забетонировал. Но нашёлся тот, кто умел считать до 167 миллиардов 427 миллионов 65 тысяч секунд. Он сдерживал крышу, чтобы она не уехала всё это время. И однажды... Сумку воскресе! Так, в мере, да и было. Не возражу цивилизацию! Он с его помощником и по сместительству дубины создали раскаменяющую воду. Мы создали раскаменяющую воду! И дали империи Цукасы. А не очень создали, либо случайно просто получилось. То есть она просто капала и уже была рабочая... Ну она капала и ласточка вышла, там пещера была, летучие мышки какали. Они не из этой субстанции создали эту воду, да, там что-то смешивали. А просто она уже готовая была. Азотная кислота из какашек летучих мышей, насколько я помню. Санку заметил и такой... Можно отправиться в эпицентр появления зелёного луча, который находится по другую сторону Земли. Ну как мы это сделаем? Мы запряжём качковцу Каса делать корабль. Да, ебать его. Такие не очень довольные, да? Мы и рассказали по-быстрому, что было в предыдущих сериях. А я ведь их чуть не убил. А я до сих пор хочу пиццы. Ну что, поможете нам создать корабль? Да! Ура! Иди сюда! Ген, мы эти конфетти два дня делали. Да ну тебе, смотри, как все радуются. А, это походу по мувику. 15 минут. Да, это по мувику. По мувику. Не, ну в смысле? Это по мувику. Не, ну в смысле выходил же фильм, там как-то он, «Доктор Стоун Рисуй», мы все его смотрели. Этот, они, насколько я помню, там помнишь, после второго сезона или после первого, собирались построить корабль и плыть на лодке. Мы его смотрели, он у нас есть на бусте. А, вот он, вот он. Да, вот, вот, рисуй. Вот здесь. Да. Кто хочет, ссылка в описании. Смотри, Санку, вот самый устойчивый корабль, который мне приходилось когда-либо делать. Ну как тебе? Неплохо. Хотя я набросал чуть побольше. Он так старался. Ну, через лет 15 закончим, думаю. Я ж не доживу, Санку. Вы ничего не забыли? У нас в арсенале Арава машин на кабанье тяги. Нам нужен еще один гвоздь. В крышку этого корабля. Блин, Цукасу заморозили. Вот так вот просто взяли, как пельмени заморозили. Я сейчас тоже в холодильник засуну, хорош ныть. Это же ты искала для Цукаса кого оживить, да? Журналист. Кого желаете? Найду любовь. Журналист? Мне нужен капитан корабля. Капитан корабля, значит. Причем тот, который умеет управлять парусным судном. Парусным судном, значит. Был один влиятельный парень, который постоянно скупал модельки парусных кораблей. А затем сделал парусник в натуральную величину. Но с малых лет он катался на этом паруснике, чтобы дальше просаживать оставшиеся деньги его родителей. Капитан с малых лет, вот это да! Он жигал и с малых лет. Послушайте, такого пизла, который любит жить за счет других, воскрешать не стоит. И хотя капитана парусного корабля мы вряд ли еще встретим. И да, тяжелый выбор. Но альтернатив нет уже. Выличный человек со средними навыками или сам. Самое главное талант, очевидно же. Нет. Даже если он будет талантливым, но говнюк, он же может элементарно отказать тебе помогать. Он же вроде потом пошел в коммерцию, такое все выкупил. Как-то их обонул. Проферсеток, мне виски 53-го года. Так вы меня разморозили, значит. Меня Орюс вызывает, здрасте. Сейчас я выйду вам по миллиар... Так значит прошло очень много времени. Денег уже нет. Наша цивилизация исчезла, а вместе с ней все мы... Да, сейчас деньги придумают. Да. Это мне ветер подсказал, если что. А твой ветер догадливый. Ну раз все разрушилось, тогда все, что осталось, будет моим. А корабль вы уже сделали? Вот это миштяк, бля. Че думаешь, до другого конца света дотошнит? Для начала вам нужно его укрыть. Неужели такой страшный? Нет, просто температура в 14 градусов и влажен в 90%. Говорят мне, что сейчас нас накроет буря с востока. С температурой влажности он тоже общается? Будь мы в море, этот шторм бы уже распределил наш корабль. Да и к тому же дикое дерево сильно уступает породистому. Знаю, именно поэтому у нас будет гибрид. Парусно-моторное судно. Вот суслик, ты пытался меня проверить. А что за топливо? Да, на обычном угле поплывем как по старинке, почему бы и нет? Ведь прикалываешься, да? Он одним только весом потопит корабль. Правильно. Именно поэтому мы будем добывать нефть. Где в Японии ты найдешь нефть? Есть одна брошенная скважина, которую стало невыгодно бурить. Но прежде чем искать нефть, нам нужно научиться... Мне нравится, как у них так все легко и просто. Но даже не легко и просто, а знаешь, ее бросили, потому что стало как-то невыгодно бурить. Видимо, было как-то сложно, дорого. Они такие, ну нормально, построим сейчас бурильную вышку. Да беспокоим тогда вот эту. Доброе утро! Мы идем добывать нефть и, видимо, в соломины ведра. Хм. Когда мы будем плыть на другой край света, я буду рисковать жизнью. И поэтому... Когда мы найдем месторождение, я хочу, чтобы оно было моим. Ладно? Погоди-ка. Зря. А как мы топливо для корабля-то возьмем? Вы будете покупать у меня нефть! Вот, да, да. Сразу делал бумажные деньги, да. Это как так? Он только проснулся, а уже ох... Привет, ты ирюсый, да? Тебе, ну как бы, связи с бывшим полицейским не нужны? За сто денег я продам тебе миллилитр нефти, когда она появится. Да на кой черт мне эта нефть? И эти бумажки зачем? Гляди. А? Они быстро все приспособили, да? Поэтому он продает свои плоды науки. Я же предупреждал, что нагрызок. Тебе это не нервирует? Тсс. Если ему нужен цирк, мы ему подыграем. Да и к тому же деньги объединяют человеческие усилия. Тебе хочет обмануть. По-моему, нам это даже на руку. Посмотри, как они радуются этим бумажкам. Вы уверены, что... Нет, на карте Сенку этого не было. Я, конечно, смутно помню это местоположение. Но в наше время водопада размером с Самару тут точно не было! Понятно. Ну да. За 3700 лет Фудзияма раз здесь бомбанула. Мне стоило догадаться. Надо составить новую карту. Да на кой черт эта карта? И так найдем. Это как искать трезвого в Новый год. Практически невозможно. Но как нам сделать эту карту? Жалко, что люди не летают как птицы. От того, что отрастили большие ягоди... Конопля! Мне нужно много конопли! Сенку, по-моему, сейчас не время. Мы еще раз воспользуемся пустыми нашими денежками, которые они накопили. Слушайте, парни. У нас небольшие проблемы. Мы не смогли найти нефть. Если вы не хотите, чтобы ваши деньги не тратились... А, деньги обесценились, да. Вы должны помочь нам. Ничего не меняется, веришь? Были деньги. Закаменели. Конец света, снова деньги. Время вкинуться. В создании воздушного шара. А вы что думали? Рейтинг не позволяет. Из конопли мы сделаем ткань для шара. А когда я говорю «мы», я подразумеваю всего одного человека. Ты ведь хорошо шьешь, да, Язуриха? Ручная команда посвящает это тебе. Мы займемся корзиной. Два! Я сегодня каток! Мы что, на волосах полетим? Уруча рука теряет, Язурихи! Часть один! Все, что мы получили из конопли, похоже на волосы. Причем не самой молодой женщины. Нам нужно закрепить коноплю на волчке, затем вот так вот просунуть и просто крутить. На самом деле ничего сложного. Ага. А теперь сплетем пару десятков тысяч километров этой нитки. Это никогда не закончится. Можно почти из любой, которая из Альнаш тоже делают. На нитках я правильно понимаю? Уруча рука теряет, Язурихи! Часть два! Нужно натянуть твою мотину натянуть нитью форму матрасного шва. А затем перпендикулярно вверх, вниз, вверх, вниз. Делаем это до потери сознания. Удачи! И через сколько лет мы это закончим? Макраме. Слушай, сынку, я могу попросить у тебя небольшой ткацкий станок? Дело пойдет быстрее, знаешь? А, щас делают. Ладно. Мануфактурное производство вон целое, можно делать. Да, спасибо. Отличная работа. Еще пару сотен таких и достаточно. Некоторые куски получились так себе. Они не будут удерживать воздух. Пацаны, вы слышали? Тот, кто скрутит самую длинную нить, получит сто тысяч! Ген, что за супер? Весель один. Откуда мы возьмем столько де... Как ликоса управлять, именно, да? Там фейковые. Убракованы ткани. Ну и... Такие дела. Неплохо вы это придумали, я сначала даже не поняла! Сейчас показ мод пошел, да? Начинаем наш показ с платью формы шапки с шарфом цвета двухмесячного молока с забытого в холодильнике. Следующий наш наряд подчеркнет вашу раскрепощенность Киннера, пожалуйста, расслабься. Платье для наших юных людей... Я смотрю даже вот по ткани, это же совершенно разная ткань, видно, что свитер как будто как из шерсти какой-то, да? Там еще резинка, видишь? Да, да, ну ладно, там как-то они натянули. И как будто там должны быть разные типы ткани, они еще так, знаешь, аккуратно покрасили, а нормально, все из конопли, знаешь, чудесная конопля. Я смотрю самый красивый на утреннике. Ну и напоследок самое элегантное. Костюм тройка для людей с не особо высоким ростом. По крайней мере, в дождь вы начнете мокнуть позже всех. Мне штаны жмут. Спасибо за покупку, приходите еще. ХА-ХА! Ээээ... Не себе ли я петлю на шей затягиваю? Теперь у нас есть, чем покупать? Нет! Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе! Ладно, хватит дурачиться. Теперь ткани у нас достаточно, дело за малым! Ну и кто полетит? Ты говорил, что троих будет достаточно. Нужен тот, кто хорошо понимает ветер. Понятно. Эй, Рюсер! Нельзя вот так просто к нему обращаться, он же нас снова без трусов оставит! Вот ими займись. Итак, ребята, для полета нужны трое, Сэнк уже есть. Двух других мы возьмем, если они вытащат Джокера. Хм, 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 хм. Хм, если вам нужен пилот, так и скажи. Ну хорошо, я стану вашим пилотом всего лишь за миллион... Люди очень боятся потерять то, что, казалось бы, вот-вот получили. Блин, походу Джокер достался мне. Что бы теперь захотелось? Упускать шанс быть первым человеком в небе за 3700 лет, это дурный поступок. Да, ты прав, но я так боюсь. Блин, он чисто идеальный прогревщик какой-нибудь, знаешь, в инстаграме. Он так придумывает ходейте все. Зато и ты бы знал. Ха-ха-ха, так я могу полететь за тебя! Правда? Но ведь мне так повезло, не могу же я за просто так отдать тебе свой выигрыш. За деньги, да? За деньги. За деньги, да. Я могу уже было оставить вас в голой заднице, какого черта происходит? Ну, теперь нам точно хватит на нефть. Последнего же можно выбрать случайно? Главное, чтобы высоты не боялся. Я не боюсь высоты! Он успел Хром прибежать. Я вытянул выигрышную карту. Хром, ты бежал 120 километров? Сэнко говорил, что земля круглая. Я хочу лично убедиться в этом. Я выиграл, блядь! Как это так? Ну как? Ветер лётный. Нас ведь никуда не унесёт? Не должно. на сначала что хорошо начиналось летим часа за два два часа туда три дня пешком тошнить так как в японии ветер почти всегда дует на восток нам придется немножко покататься на потоках завихрение главное чтобы нас не затянуло а вы уверены что нас не затянет чтобы проверить ветер под нами я сброшу игрушку вот видишь нам ничего не угрожая а вот так и не снижешься судя потому что мы летим прямо вон к тому грозовому облаку путешествие наше будет так сказать разрывным сын к мне кажется сейчас не самое время для шуток добро если у нас как говорится размет снегу санку нам нужно выпустить горячий воздух что приземлиться тени за шнурок хром не надо хром там и так дыра если потянешь а разорвет откуда там дыра видимо чайка какая-нибудь воткнулась ну чё самое время для шуток про удаление истории браузера до хром сын к нему странная битва была уже пытался свалить от опасности а потом резко повернулся опасность пулки шал и ушла тогда надо просто бежать прямо к опасности прорываться через нее и тогда что неплохая мысль если подняться на пару тысяч метров мы окажемся выше грозовых туч если конечно мозги не отключится от нехватки кислорода на высоте хрома ты хорош закидывай все что горит если топлива не хватит останешься на них работать на дырявом шаре даст и получше то самую вода от окаменения смесь спирта и азотной кислоты рванет похлеще китайских фейерверков жопной тяги полетел а нас не догонит игре я вышел тротосферу можно скоро в космос полететь им летят они сука летят ценка уже деревня так быстро как они смог ну что ж теперь будем добывать нефть при помощи этого воздушного шарика продолжение следует а вроде живых уже третий сезон до вышел но мы не смотрели его короче когда фильмы помню смотрели как-то он показался мне слабее чем от предыдущие сезоны как-то он такой типа весь фильм посвящен тому что они строили шарик чтобы полететь искать нефть как-то хотелось что-то больше какого-то интересного ну может быть сезоне уже лучше показано с каждым новым сезоном такое ощущение как будто все проще проще дается что-то такое прямо как будто из ниоткуда раз уже все станок стоит даже нет каких-то нюансов последовательно как сейчас все создавалось ну ты что не знаешь почему-то у них уже база наработанная большая поэтому они уже наверно на ее базе им просто сейчас давать что-то такое супер масштабное короче вот такая получилась реакция аниме мы смотрели на бусте ссылка в описании спасибо за просмотр пока неплохо неплохо можно и лайк поставить 2 еще это видео посмотрим а может лучше это сложный выбор